всем привет и всем здравствуйте это видеоблог на урал 1 челябинская политика и политики с акцентами репризами и превращениями я ее кошка маргулеса куприна как всегда по пятницам обозрение событий произошедших за неделю в челябинске и области событий которые могут иметь последствия и влияние на будущее эпиграф недели у бронзового символа челябинска верблюда пропал хвост и это единственная милая новость так что я процитирую милый знаком в челябинске скульптура верблюда работы финского мастера русского происхождения рафаэля сайфулина которая стоит центре челябинска на площади перед драм-театром лишилась хвоста каким образом это произошло остается загадкой но судя по состоянию задней части изваяния хвост попросту открутили делает глубокомысленный вывод журналист меня в письмах на этой неделе упрекали кстати за отсутствие позитива мало того в предвзятом отношении и одновоком освещении прямо сейчас рисую радостную весть гляньте что в столице нашей родины делается столицу украсили хвойными пенисами и фоточку то приблизьте приблизьте пожалуйста так что спасибо администрации нашего города за наше счастливое отсутствие цветов этим летом а то что жители немного одичали и верблюдам хвосты крутят так это они солидарность с властью проявляют к символам города причастным быть хотят перейдем к трэшу то есть к челябинской франшизе эпического кинематографического полотна битвы престолов если честно я жду окончания последнего сезона оригинальной версии чтобы окунуться но любители спойлерить сообщают что тон задают там королевы женщины чего же в опорном крае нашей державы должно быть по-другому главной королевой и владычицы этого сезона безусловно стала елена емпольская номер один в объединенном списке единой россии по челябинской и курганской областям и мы уже сейчас на сто сорок шесть процентов знаем что именно она станет депутатом госдумы от нас с вами подцитирую на этот счет обычно сервильных и сдержанных урашечек с небольшими изъятиями к авторам скандальных законопроектов депутатом ирине яровой александру сидякину в новой госдуме скорее всего присоединяться геннадий онищенко виталий милонов елена импольская и наталья поклонская включение в предвыборную кампанию единой россии таких одиозных игроков как поборника семейных скреп депутата законодательного собрания виталия милонова известны своими симпатиями к сталину главного редактора газеты культура елены импольской нужно чтобы использовать их в качестве проводников реальных законов которые будут вызывать неоднозначную реакцию общества на условиях анонимности говорит один из действующих депутатов госдумы от единой россии поздравляю нас всех дорогие южноуральцы следующие пять лет нам опять будет за что перед всей страной стыдиться а есть ведь еще бурматов впрочем нет выпуск сегодня сексистский и я сосредоточусь исключительно на женских особях биологического вида депутат госдумы потому же металлургическому который судя по произведенной зачистки можно уже переименовать в бурматовский выдвинулась от российской партии пенсионеров прекрасная ведущая прогнозов погоды лариса сладкова не знаю пока будут ли включены дебаты между представителями партии в обязательную программу развлекательного шоу этим летом но мечтаю о том чтобы это увидеть дебаты между сладковой и бурматовым о том как нам обустроить россию другие предвыборные расклады мы обсудим сегодняшние гости программы это кандидат в депутаты государственной думы российской федерации по челябинскому избирательному округу екатерина федотова член партии лдпр здравствуйте екатерина скажите пожалуйста смотрели ли вы битву престолов битву престолов нет но это такой очень культовый сериал и вот в последнем сезоне особую роль как-то в битве престолов стали играть женщины я к этому и вот я посмотрела опять же на списке от разных партий и смотрю тоже женщины как-то становится кандидатами в депутаты государственной думы как вы думаете с чем это связано ну я думаю женщины немножко возрянули так скажем не только в битве престолов везде по россии потому что если мужчины не справляются приходится брать свои крупные руки весь этот процесс так да много очень проблем которые мужчин даже не считают до нужными вот семья образование может быть совсем по-другому мужской взгляда на детей нежели чем у женщин женщины они более чувствительные до более добрые может быть сейчас как раз не хватает это добрый доброты и тепла вот поэтому я думаю ничего плохого что женщины активизировали безусловно ничего нет а скажите с чем связан выбор округа вот шлябинский избирательный округ я бы не сказала что он самый простой но это мое начало так скажем политического пути поэтому мы решили сразу начать сложного да чтобы познать все плюсы и минусы так скажите вообще мне просто очень интересно как это происходит да вот к вам приходят и говорят екатерина все вы завтрашнего дня становитесь кандидатом в депутаты госдумы так а ну вообще если честно говоря очень близко к этому да ну не скажу что было неожиданностью до для меня что у меня выбрали претендовали на эту должность изначально я была картина это вообще решилась в начале года этого ну вот вам в начале года сказали что вы будете когда что возможно да я буду чтобы я готовилась то есть в партии я уже два года практически сразу я стала координатором тракторозаводского района я в нем живу да да я понимаю что не имеет я в нем живу и я я так понимаю очень хорошо себя зарекомендовала когда я пришла в партию я помню что я сразу же была готова да это был обдуманный мой шаг я за два дня распечатала все анкеты для вступления в партию я прочитала устав я пришла с двумя фотографиями специально сфотографировался я помню когда зашла все горят ну это наш человек почему же подготовилась тогда почему не пошли в единую россию ну сразу же когда у меня знакомые спрашивают да почему лдпр сразу же жириновский я говорю черт возьми да да я поражена этим человеком до глубины души и нисколько не лукавлю да когда первый раз мне отправили в прошлом году на портшколу я видела получается до того как вступить в лдпр очаровали жириновский по телевизору да по телевизору не скажу что да многие полагают что вот этот эпатаж да всех волнует волнует чаще всего людей понимающих его политическая вот это вот изюминка то что он может предсказывать будущее мы же там все помним до 98 год когда он говорил говорил про украину про крым говорил говорил про турцию как численность увеличивается и когда это все начинает туда я была еще так скажем не совсем сознательном возрасте да 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 вот 10 лет мне фактически было 11 и я об этом не задумывалась но очень часто меня родители так скажем политически активны то есть интересуются не где-то деятели до интересуются этим они все это мне пересказывали когда я уже вот стал взрослеть я понимаю что частично все это сбывается и когда общаешься с лично с ним да я знаете вам напомню если уж вы заговорили про жириновского его цитаты вот господин жириновский тоже про эти же 90-е лихи он говорил что гробачев ельцин они не могут эффективно управлять страной потому что у них вот происхождение не то а происхождение в том смысле что на мрале живут дебилы это я цитирую сейчас это я не придумала да вот жириновский сказал что население у нас дебильная она может быть здоровая но если взять его по интеллекту то тупое вот этот вы считаете нормально делать такие заявления лидеру партии лидеру партии нормально да почему я так считаю мы все понимаем что без эпатажа в наше время очень тяжело продвинуться лично я конечно не знаю не разговаривала да но для меня я это понимаю так что человек с нескольким высшим образованием да сознание множество языков не может быть на самом деле да вот таким черствым весь урал назвать дебилами то есть он специально в неком смысле возможно я думаю да то есть это же привлекло ваше внимание привлекло все об этом только и говорят я не думаю что были просто вы мне напомнили да 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 понятно про несколько языков хорошо вот вы тоже как я поняла что вы тоже переводчик в сфере профессиональной коммуникации да да и выиграете владимир вольфович то тоже языки знают да но собственно говоря еще одна цитата пушкин несчастный был лучше бы его не было совсем в общем это из них из него опять же цитата может быть вы как-то прокомментируете или это тоже тоже ну тут тоже нужно понять смысл иногда это вырезано из контекста да может быть имелся какой-то тайный смысл очень много цитат да которые поражают допустим под русские только под русские песни плачет планета так и есть да вот мы знаем когда заиграет гармонь может быть только у русских до людей все там переворачивается а вот кроме того что вы переводчик и энтомолог медицинский энтомолог а вот это такой раздел зоология просто объясню да который изучает насекомых вы каких насекомых изучали ну первое мое образование вообще биолог затем я после университета начала работать в санэпидемстанции это фбус центр гигиены насекомых для таких и секомы я не с самими насекомыми занималась а с людьми которые заболели от укусов насекомых это клещевые энцефалиты она плазмоза и так далее до малярия сейчас я уже ушла от этой деятельности ушли теперь я получаю третье образование в москве учусь на коммерческой рекламе вы всегда видите политиком да 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 будем честны да не могу сказать что вот сейчас я полностью готова возраст еще у меня такой что мне нужно развиваться учиться я поближайшие 10 лет только и пытаюсь чтобы получить какие-то сертификаты новое образование по возможности поучиться и за рубежом давайте все-таки представим что с другой стороны разные вещи в жизни случаются что вот так получилось и вы стали депутатом государственной думы какой первый закон хотели бы инициировать принять что ли какой вы считаете самый главный закон который сейчас нужен в россии ну я думаю не будет такого что я пришла да и говорю все займемся образованием накипело я думаю это будет все планомерная да работа что тем которые тем которые меня волнует чрезвычайно много но даже начнем с образования очень много знакомых меня просят позаниматься с их детьми вот я занимаюсь химией биологии готовлю их гигэ у меня просто приводит в шок состояние сейчас наших школьников вы хотите отменить я бы не сказал что сейчас мы можем его резко взять и отменить да столько мы шли столько денег затрачено планомерно изменить ход этого ига то есть я считаю теоретическая часть нам тоже нужно зачастую вот у меня очень много знакомых у которых дети да они падают на иго в обморок настолько затрепали замучили детей они всего боятся в госдуме если получится это образование но у меня последний вопрос такой тогда такой вы баллотируетесь все-таки по челябинскому округу а как вы считаете чем он отличается от других и какую самую главную проблему хотели бы решить для избирателей ну челябинский округ это мой родной округ да для меня он всегда будет каким-то особенным вот в течение двух лет последних я пришел проект он называется центр транспортировки и переработки твердых бытовых отходов футуру завод он очень актуален для нас мне кажется и в нем я предлагаю решить проблему нашей городской свалки то есть не утилизовать да как у нас под землю закапывать закапывать до бесконечности а поставить современные транспортировочные линии которых будут ли утилизировать и переработать во вторичное сырье вот в этом мне кажется самая главная особенность челябинская в том что последнее время в нем невозможно жить я много вижу людей да с которыми я училась на первом втором образовании они просто уезжают и от этого становится все грустнее и грустнее да у нас не самые умные да люди кто-то считает на урале но даже если есть умны такие лучшие картии ну я я это воспринимаю с юмором это хорошо знаете тогда так если не выиграть выборы то хотя бы какую-то одну из проблем челябинска решить я в общем-то вам желаю спасибо это был кандидат депутата государственной думы по челябинскому округу екатерина федотова спасибо спасибо